И около сотни вопросов о коронавирусе ежедневно поступает от ульяновцев в центр мониторинга. Структура начала работать на базе службы обработки вызовов 112. По этому номеру можно получить помощь и ответы на все вопросы, связанные с пандемией. В мониторинговую группу вошли представители Министерства здравоохранения, образования и сельского хозяйства, а также сотрудники соцзащиты государственно-правового управления, а еще волонтеры-медики. По коронавирусу, по работе аптек, по работе производственных магазинов, транспорта, в сфере образования. Все обращения граждан, касающиеся вот этих вопросов, которые я назвал выше, поступает по номеру 112 со всей Ульяновской области, с каждого района. И все эти вопросы передаются в группу мониторинга. Ежедневно в колл-центр 112 поступает более 2,5 тысяч звонков. С открытием новой структуры количество обращений резко возросло. Больше всего вопросов по здравоохранению ульяновцев интересуют не только симптомы поражения новой инфекции, способы профилактики. По номеру 112 фиксируют вернувшихся из зарубежных стран. В соответствии с постановлением главного санитарного врача, указом губернатора, они обязаны обратиться на линию 112, зарегистрироваться, то есть предоставить свои данные. И им разъясняют, каким образом осуществлять режим самоизоляции. Затем информация передается уже в поликлиники по месту жительства этих граждан, и к ним уже выходят специалисты. Кому-то требуется материальная помощь, кому-то требуется помощь в доставке продуктов, если человек находится в условиях самоизоляции, либо необходимо принести лекарства. Здесь соцзащита у нас взаимодействует с волонтерами-медиками. Оригинальный центр мониторинга работает ежедневно с 8 утра до 22.00 без выходных. По номеру телефона 112 можно задать любые вопросы о коронавирусной инфекции. Пока в регионе официально зафиксировали единственный случай заболевания.